Подводные лодки Отметить, что за период сентября 1939 по май 1945 только Германия запустила более тысячи подводных лодок. Управляя подводной лодкой, необходимо помнить, что охотник часто становится жертвой. В вашем распоряжении современные технические средства, сонары и радары. Но полагаться только на технику не стоит. Успех любой операции решает в первую очередь человеческий разум. Все диверсии игры содержат видеоинтервью с ведущими германскими ассами времен Второй мировой войны. Они рассказывают о боевых операциях, в которых им пришлось принять участие, и делятся секретами своих побед. Эта версия содержит и целую энциклопедию, включающую в себя исторический обзор, описание моделей подводных лодок, экскурсию по отсекам подводной лодки, карты боевых действий, статьи и фотографии. В игре «Ассы глубин» вы можете принять участие в одиночной и тренировочных миссиях, а также в боевых кампаниях. Режим одиночной миссии включает в себя исторические походы, борьбу с вражеским конвоем и сражения с боевыми кораблями. Возможно управление степенью реалистичности игры. Вы можете задать тип подводной лодки, уровень опыта экипажа, число кораблей в конвои, число кораблей сопровождения, наличие прикрытия с воздуха и так далее. Также можно управлять такими характеристиками, как ограниченный боекомплект, ограниченное топливо, наличие повреждений, потери видимости и так далее. Разработчики сделали все, чтобы играющий почувствовался реальным участником боевых действий. Трехмерная графика, спецэффекты, уникальное звуковое сопровождение и, конечно же, исключительный реализм делают эту игру уникальной в своем роде. Игра управляется с помощью манипулятора мышь. Более подробно о правилах управления этой игрой и отдельных миссиях мы расскажем в воскресенье. Не пропустите нашу передачу. Для этой игры требуется процессор 386, 4 мегабайт памяти, ПГА, манипулятор мышь, саундбластер и привод сидером.